ага вот я себе дам время на осознание интернет обратно включит и я больше не смогу ну и типа у меня будет много отвлекающего не надо я давно обещала видео надо выпустить раз обещала привет мальчики и девочки сегодня мы записываем давно обещанное мною видео по ленивой покраске если вы подписаны на мою группу вы уже знаете что мы будем красить и уже наверное догадались а если не догадались то вот вам подсказка для начала нам нужно нарисовать это в черно-белом формате то есть чтобы это было в черно-белом цвете со всеми цветами тенями и так далее вот у меня вот такая вот цыпочка уже нарисованная и ждет своего дня уже очень очень давно поэтому приступим ее красить для начала совет дня подберите какую-никакую цветовую схему которая вам нравится например я хочу чтобы у нее волосы были какого-нибудь серовато-серебряного цвета пусть будет такой значит рукавчики пусть будут красненькие какие-нибудь какого-нибудь вот такого красно-оранжевого цвета вот эта часть нагрудник наверное так его нужно назвать мы сделаем какого-нибудь подходящего зеленого цвета а украшение сделаем серебряными это можно будет там уже внутри подделать когда мы определись цветовой схемой мы можем приступать к покрасу для того чтобы удачно нам все это дело покрасить нам необходимо сделать следующее как бы назовем это этапом подготовки когда рисуете каждую деталь которая будет иметь другой цвет нежели остальные должны находиться на отдельном уровне например вот украшение у нее находится на одном уровне рукавчики на другом уровне потому что если мы так сделаем намного проще будет нам это все красить не придется сидеть и вырезать каждую деталь на новый свой поэтому наверное лучше сразу нарисовать все на отдельно я как видите нарисовала все на отдельных слоях для всего этого нам понадобится photoshop разумеется потому что другие программы не позволяют воспользоваться именно таким методом там куча других я думаю если покопаться в сае или в меди-бэнк и там лами или что там вот вторая программа которая как меди-бэнк только не меди-бэнк должны быть другие функции позволяющие делать покрас черно-белого в цветное но я пока в этом не разбиралась потому что меня устраивает этот способ соответственно больше ничего относительно подготовки знать не нужно нужно иметь только изображение детали которого находится на разных слоях photoshop и руки больше в целом ничего не нужно приступим начнем с кожи нажимаем на корректирующий слой слой заливка и нажимаем на карту градиента вот создается вот такая каша вас просто создается новый слой с градиентом заполняющимся от черного к белому то есть соответствие как мы его установим пока что мы этим не занимаемся мы чуть-чуть попозже к этому перейдем для того чтобы вот эта каша вся прошла то есть чтобы заполнялось только лицо то есть только уровень который нам нужно покрасить мы нажимаем на правую кнопку мыши на слое который у нас появился нажимаем создать отбавочную маску вот так вот у нас получилось теперь карта градиента покрывает только тот слой который нам нужен жмакаем на карту градиента видим вот такую вот красивую картину внизу находятся контрольные точки и цветайте контрольных точек например если я захочу поменять цвет я нажимаю на эту контрольную точку и выставляем допустим вот такой вот свет и соответственно с другой стороны я хочу сделать светлый участок я выставлю наиболее светлый оттенок вот такой принцип работы таков слева находится самый темный оттенок справа находится самый светлый оттенок посередине идет переход от светлого к темному или от темного к светлому как кому больше нравится для того чтобы создать переходы какие-то то есть например рефлекс от чего-то мы щелкаем внизу чтобы добавить контрольную точку изменяем цвет этой контрольной точки на какой-нибудь там я не знаю давайте на какой-нибудь розовенький сделаем вот так вот и можно подвинуть эту контрольную точку куда ни другое место чтобы рефлекс или полутон какой-нибудь который вы сами захотели задать переместился относительно относительно градиента черно-белого градиента изменим самый темный цвет на какой-нибудь красивый оттенок для тени так мне тут меня мешает один вот этот уберем и продолжим играться как видите чем дальше мы растягиваем контрольную точку отвечающую за самый темный оттенок тем темнее у нас получается в целом изображение и Чтобы удалить какую-то точку, мы просто нажимаем «Удалить», и она удалена. Продолжение следует... Поигравшись с градиентами, мы находим тот, который нам нравится больше всего. Допустим, мне нравится такой. Чтобы его сохранить, мы нажимаем на «Новый», и получаем вот такой вот вариант градиента, который вы можете использовать в дальнейшем. Например, у меня есть еще градиенты, которые я делала до этого, использовала для покраски в одной работе. Например, с этим градиентом ее лицо будет выглядеть так. Или, например, вот так. Или вот так. Есть еще такой вариант. Такой вариант. Градиенты, которые заданы, вы тоже можете использовать, если считаете их интересными и подходящими под вашу работу. Я решила остановиться на том, который я сейчас сделала. Нажимаем «Ок». Если вы хотите посмотреть на то, как выглядело до этого, просто скрывайте этот слой. Что нам нужно сделать, если у нас масочка наша прекрасная, с картой градиентов, перекрывает, например, глаза и губы, как в нашем случае. Для этого мы берем ластик и стираем те места, которые она перекрывает, а не должна, по идее. Стерев все места, которые мы хотим покрасить другим цветом, мы создаем новый слой. Также делаем из него отбалочную маску. Берем цвет, который нам очень нравится. Например, я хочу вот такой красненький. И бахаем этим красненьким. Наверное, даже вот такой кистью хочу. По той зоне, которую мы хотим вот другого цвета. Определившись с тем, куда мы хотим поместить новый оттенок, и поместив его туда, разумеется, мы выбираем из методов наложения из обычного в мягкий свет. Точно так же, допустим, я хочу раскрасить глаза. И на новом слое добавлю бликов с помощью жесткого света. Соединяем получившиеся слои. Зажимая shift, я выбираю все слои. Объединить слои. И они объединяются в один прекрасный слой, над которым теперь я могу продолжить свои издевательства. По такой же технологии мы будем менять цвет на прическе. Продолжение следует... Продолжение следует... Закончив с волосами, я перейду к остальным частям и рисунок будет готов. Остались заключительные штрихи, оставить подпись, и картинка готова. Ну вот и все, бобенка готова, а мы с вами услышимся в следующем видео. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, если вы нашли что-нибудь полезное в этом видео, а там полезного было много, и дизлайки, если вы не любите кефир. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok